Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, представляет собой основной элемент национального богатства страны, ресурс, необходимый для производства материальных и культурных благ общества. За последние пять лет в здравоохранении Ленинского района произошло много изменений. В этот период были реализованы государственные программы, это модернизация здравоохранения прежде всего и, естественно, территориальные и муниципальные программы, связанные с этим. Поэтому, действительно, за последние пять лет, наверное, хочется отметить прорыв в материально-техническом развитии. Задачи ставились прежде всего, которые были связаны с материально-технической базой, выровнять. То есть, когда мы говорим о доступности медицинской помощи, мы говорим, чтобы она оказывалась в равных условиях, не только должного качества, а чтобы, как говорят, и стены лечат, чтобы человек приходил туда и ощущал себя достойно. Не только за пределами учреждения, но и в медицинском учреждении. Чтобы он приходил с полной уверенностью, что не только будут руки хорошего специалиста, которые у нас в больнице и вообще в Ленинском районе всегда были, но чтобы внутренний, внешний антураж, он соответствовал действительно высокому статусу клинической больницы. Все, что нам удалось достичь, даже при тех, может быть, небольших каких-то негативных явлениях, которые случаются, наверное, вот я бы сказал, залог всего этого успеха – это в единстве и понимании тех процессов, которые необходимы. Единство и понимание области, областного правительства, министерства здравоохранения и единство и понимание на территории нашего Ленинского муниципального района. Следует отметить положительные тенденции последнего десятилетия в состоянии медико-демографической ситуации в районе, а именно, рост рождаемости увеличился в 1,4 раза, уровень общей смертности снизился в 1,3 раза. В структуре причин общей смертности населения Ленинского муниципального района превалируют болезни системы кровообращения, их доля составляет 65%, злокачественные новообразования, на долю которых приходится 18,3%, и смертность от неестественных причин травм и отравлений, на долю которых приходится 5,7%. В районе имеет место позитивная тенденция в снижении младенческой смертности. За период с 2007 года уровень снизился в 5 раз с 10,8 до 2,1 случаев на тысячу родившихся живыми. Все это связано с совершенствованием организации медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, повышением ее доступности и качества, внедрением новых передовых технологий в выхаживании недоношенных детей. В структуре общей заболеваемости населения района превалируют болезни органов дыхания, на долю которых приходится 24,2% от общего числа зарегистрированных болезней. Болезни органов кровообращения – 14%, болезни костно-мышечной системы – 9,1%, болезни глаза – 8% и болезни органов пищеварения – 7,4%. За период реализации национального проекта здоровья с 2006 года отмечается снижение в районе уровня первичной заболеваемости туберкулезом и злокачественными новообразованиями. По сахарному диабету уровень заболеваемости увеличился с 25,8% в 2006 год до 34,7% случаев на тысячу населения, что свидетельствует в том числе об эффективности проводимой профилактической работе по выявлению данного заболевания, скрининговые обследования, диспансеризация. Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2013 году снизилась в 1,1 раза к уровню 2012 года. Уровень организации скорой медицинской помощи непосредственно влияет на снижение потерь населения от острых заболеваний, травм и отравлений других состояний, угрожающих жизни и здоровью людей. В 2013 году станция скорой медицинской помощи получила новые помещения для размещения службы по адресу улица Центральная, 12А. Станция скорой медицинской помощи, которая испокон веков располагалась на арендованных площадях. Ну, люди, которые вообще это основа, это горячий цех вообще здравоохранения считается скорая помощь. Это самая первая помощь, которая оказывается человеку при необходимости. Они находились в ужасных условиях. И силами муниципалитета они переведены, переехали в новое здание. Проводимая профилактическая работа включала мероприятия по скрининговым и профилактическим осмотрам, диспансеризации взрослого населения, направленные на раннее выявление и профилактику социально значимых заболеваний. В рамках социального проекта здоровья и заболеваний, дающих высокую смертность населения, в рамках государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 года. За годы реализации национального проекта здоровья и последующие 2013-2014 годы около 30 тысяч взрослого населения охвачены диспансерными осмотрами. Ежегодно проводимые комплексные медицинские осмотры детей и подростков позволяют своевременно выявлять нарушения в состоянии здоровья и осуществлять их коррекцию. Важную роль в проведении этой работы сыграло открытие Центра здоровья на базе детской поликлиники в 2011 году в рамках реализации профилактических мероприятий национального проекта здоровья. За 4 года работы в Центре прошли профилактическое обследование 6 тысяч детей. Детская поликлиника является гордостью Ленинского района. Поликлиника оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием – компьютерный томограф, УЗИ, новейшее стоматологическое, офтальмологическое оборудование, лор-диагностическая система, которая позволяет оказывать медицинскую помощь детскому населению на качественно новом уровне. Хорошо оснащенные отделения восстановительного лечения, кабинеты БОС позволяют осуществлять лечебно-реабилитационные мероприятия, в том числе детям-инвалидам. Сколько было положено усилий не только материальных, а души каждого работающего здесь, чтобы привнести долю, вот частичку чего-то своего, вот какая она стала, она абсолютно изменилась. Мы вошли в областную программу клиникодиагностических центров. На базе детской поликлиники будет развертнут окружной клиникодиагностический центр. Уже заложены под это серьезные средства в областной программе, спланированы это более 130 миллионов рублей. Это и для ремонта отдельных помещений поликлиники, и для оснащения оборудования. У нас нет на территории Ленинского района в системе государственного медицинского обеспечения магнитно-резонансного томографа. Он планируется, он здесь будет, уже планируется в 2015 году. Это и замена компьютерного томографа, и очень-очень много специализированного оборудования, которое поможет не только жителям 12-го медицинского округа, куда входит Ленинский муниципальный район, но и конкретно жителям нашего Ленинского района. В 2014 году здравоохранение Ленинского района приняло участие в московском областном конкурсе на звание «Лучшая детская поликлиника Московской области», организованном Министерством здравоохранения Московской области в целях повышения эффективности работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям. Видновская детская поликлиника стала победителем конкурса в номинации по организации профилактической работы. Проводимая работа по иммунизации населения в рамках национального календаря прививок позволила за отчетный период добиться значительного снижения и стабилизации уровня заболеваемости по инфекциям. За годы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», в рамках которого была организована массовая вакцинация населения против вирусного гепатита, что повлияло на снижение в районе заболеваемости острыми вирусными гепатитами с 8,7 в 2006 год до 0 в 2013 год случаев на 100 тысяч населения. В 2013 году в рамках реализации программы губернатора Московской области «Наши Подмосковья» открыты два отделения общей врачебной практики в городе Видное на 4 и на 2 рабочих места по адресам Строительная, 17 и Вокзальная, 8. В перспективах развития на период до 2020 года планируется организация общеврачебных практик в сельских и городских поселениях с учетом застройки территории района и увеличения численности населения. За истекший период были приведены в порядок поселковые амбулатории. В ужасном состоянии была амбулатория Дрожжино. Неоднократно поднимались вопросы о дополнительном детском отделении в крупной амбулатории Володарское поселение. Большая амбулатория с большим населением. Это в поселке Развилковское, которая тоже со времен, по сути, своей застройки не претерпевала никаких изменений. И все эти амбулатории были отремонтированы. В системе муниципального здравоохранения организована работа дневных стационаров всех типов. Особенно успешно эта форма зарекомендовала себя на базе амбулаторно-поликлинических учреждений. Ежегодно в условиях дневных стационаров получают лечение более 4,5 тысяч пациентов. В 2013-2014 годах в поликлинических подразделениях по программе модернизации учреждений здравоохранения Московской области организована работа электронной регистратуры. С 2013 года запись к врачу в электронном виде заработала в детской поликлинике, а в 2014 году и во взрослой поликлинике. Стационарные виды помощи населению района обеспечивают два лечебных учреждения – Видновская районная клиническая больница и Видновский перинатальный центр. Головное учреждение муниципального здравоохранения – многопрофильная Видновская районная клиническая больница в своем составе имеет две поликлиники для обслуживания взрослого и детского населения. Ежегодно около 16 тысяч пациентов получают стационарные виды помощи в профильных отделениях больницы. Следует отметить, что на базе Видновской районной клинической больницы помимо лечебной ведется и активная научная работа, разрабатываются и внедряются новые методики диагностики и лечения больных. Ежегодно на нашей базе проходят научно-практические конференции регионального и международного уровня. Мы надеемся на развитие наших стационарных медицинских услуг. Это программа сосудистая, так называемая. У нас открыто сосудистое отделение на базе неврологического и кардиологического. Первичное сосудистое отделение. Но эту помощь надо замкнуть. То есть не только человек, который попал на сегодняшний момент с каким-то либо это сердечно-сосудистое заболевание, либо это инсульты, сосудистое заболевание головного мозга. Необходимо, чтобы этот человек не только здесь получил первичное обслуживание, а чтобы получил и специализированную помощь. Как-то стентирование какое-то или операции на сосудах эндоваскулярные. И, конечно же, очень важен третий этап – это выхаживание этих пациентов. Поэтому вообще в целом перед нами стоят большие задачи. Видновский перинатальный центр входит в число лучших в Московской области по уровню оснащенности, объему и качеству оказываемой помощи. А в рейтинге популярности он входит в десятку по всей России. Ежегодно в стенах учреждения принимается свыше пяти тысяч родов. Организованы палаты совместного пребывания матери и новорожденного, открыто отделение реанимации новорожденных. На базе учреждения функционирует окружной центр перинатальной диагностики, где обследуются беременные женщины районов, входящих в состав 10-го медицинского округа. Организована работа дневного стационара на 18 койко-мест при женской консультации. В учреждении активно внедряются передовые методы ведения родов, выхаживания новорожденных. И уже сегодня остро стоит вопрос о расширении центра. Те помещения, в которым располагается перинатальный центр, не соответствует тем объемам, которые проходят через его недра. Потому что если он рассчитан ориентировочно на 2,5 тысячи родов в год, на сегодняшний момент он принимает уже 5 тысяч. Требуется развитие, требуются дополнительные площади, потому что это оправдано. Оправдано прежде всего с экономической точки зрения. Самая большая проблема на сегодняшний день – кадры. Чего нам, наверное, не удалось сделать, это, конечно же, значительно улучшить наш кадровый потенциал. Укомплектование вообще кадрами как специализированными, так и первичной медицинской помощью. Неоднократно этот вопрос ставился на уровне администрации, рассматривался и писали мы и на совет депутатов. Потому что здесь необходимо решение, ну, очень целевое. То есть не просто, да, процесс, и мы не можем говорить, что мы чем-то были обделены в плане обеспечения жильем медицинских работников. За эти годы было выделено, специально смотрел статистику, более 50 квартир. Но это, к сожалению, не решило той главной задачи, значит, которая позволила бы нам говорить о том, что вот приходят люди в новую поликлинику или приходят люди в отремонтированную поликлинику. Как бы она ни была хороша, но если не хватает, если существует проблема очередности, значит, мы где-то не доработали. Не доработали, наверное, все вместе. И я думаю, что вот как раз этот вопрос является тем перспективным, который необходимо будет решать. В 2014 году в соответствии с утвержденным губернатором Московской области планом мероприятий «Дорожная карта» передача полномочий в сфере здравоохранения с муниципального уровня на региональный уровень в 2015 году в Ленинском муниципальном районе был разработан план мероприятий «Дорожная карта» по передаче муниципальной сети здравоохранения на региональный уровень, утвержденный главой Ленинского муниципального района от 16 мая 2014 года. До конца текущего года вся муниципальная сеть здравоохранения будет передана на областной уровень. Эти результаты, они не были никогда столь значимы, видны и ощутимы нашим населением, нашими работниками, если бы вот каждый из участников этого процесса не вложил туда, в этот процесс, частичку своей души, частичку своего труда. Ленинский район всегда гордился своими кадрами. Я полностью разделяю эту точку зрения, потому что в каких бы условиях мы и раньше не жили, всегда были самые замечательные отзывы о тех людях, которые трудятся в здравоохранении. Поэтому, подводя итог, я бы в первую очередь хотел выразить огромные слова благодарности нашему огромному коллективу здравоохранения Ленинского района, начиная от санитарочек, заканчивая нашими профессорами, поблагодарить от их лица, выразить слова благодарности всему Ленинскому району, его населению, администрации Ленинского района, совету депутатов за то взаимопонимание, которое на протяжении этих лет позволило нам достичь таких определенных успехов. Я хочу всех поздравить с Новым Годом, чтобы в семьях всегда была удача, всегда было тепло, всегда было здоровье, и чтобы всегда был мир в наших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова